В минувшую среду в Екатеринбургском дворце творчества детей и молодежи, одаренность и технологии, более известном как Дворец пионеров, состоялась первая игра из цикла «Санкт Екатеринбург-21», посвященная трем векам истории нашего города. Интеллектуальное соревнование в формате мозгобойни было организовано Екатерининским обществом при содействии Министерства образования Свердловской области для девяти команд, представляющих школы всех районов Уральской столицы. Город-крепость Екатеринбург изначально называли новозачатые и сердские заводы. Правда или нет? Город-крепость Екатеринбург изначально называли новозачатые и сердские заводы. И это абсолютная правда. Игра «Санкт Екатеринбург-21» – это путешествие во времени со дня основания города и даже ранее до наших дней. Особое внимание составители вопросов уделили святой Екатерине, небесной покровительнице нашего города и его защитнице. Екатерина Александрийская, прожившая всего 18 лет, на рубеже III-IV веков н.э. считается самой молодой, самой красивой, самой ученой из всех христианских святых. Именно поэтому ее еще и называют покровительницей студентов. С большой долей вероятности можно предположить, что все собравшиеся в малом зале Дворца пионеров старшеклассники как раз и есть будущие студенты, потому что уже сейчас они участвуют в различных олимпиадах, конкурсах, школьных и межшкольных соревнованиях. Да, мне очень понравилось. Сначала я думала, что я ничего не знаю о нашем городе, но в процессе я поняла, что многие факты всплывали в голове сами с собой. Ну и легкой логикой можно было придумать некоторые моменты. Самые глубокие знания о Екатеринбурге в процессе игры явила команда 32-й школы Чикаловского района. Кроме почестей и дополнительной строки в ученических портфолио участницы этой команды получили от организаторов ценные подарки – пауэрбанки, настольные игры и денежные сертификаты в книжный магазин. А Екатеринское общество намерено продолжить начатый им проект «Санкт-Екатеринбург-21» и сделать такие встречи мозгобойни регулярными.